На реке Сатис Саровчанин провалился под лёд. Трагедию предотвратили прохожие. Тонущему пришли на помощь. Из ледяной воды его удалось быстро вытащить. Видеопроисшествие появилось в сети в воскресенье вечера. Схожая ситуация произошла и в Починках. Там под лёд провалился 61-летний мужчина. На реке Рудня в селе Починки мужчина 1962 года рождения при переходе реки по тонкому льду провалился. Очевидцем человек был спасён и доставлен на берег, где передан бригаде скорой медицинской помощи. К счастью, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Стоит отметить тот факт, что спасённый человек не осуществлял подлёдный лох рыбы, но при этом, по предварительной информации, спасён он был именно рыбаком, который также рыбачил в этом же месте. В конце недели снова установится минусовая температура ночью и днём. Водоёмы покроются тонкой коркой льда. Сотрудники МЧС напоминают саровчанам, что тонкий лёд – не место для передвижения. Также родители должны провести беседы с детьми. Сотрудники МЧС России, ежедневно патрулируя водоёмы, выявляют безнадзор на гуляющих по льду и берегу детей. Им разъясняют правила безопасности и провожают домой. Каждый такой поход может стать трагедией, если родитель не уделит внимания вопросам безопасности детей. Уважаемые нижегородцы! Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает граждан не выходить на тонкий лёд и не подвергать свою жизнь опасности. Ни один улов не стоит человеческой жизни. Берегите себя!